Глава 3. Я зависимый – это решение. Действительно, получается, что диагноз «зависимость» человек в конечном счете ставит себе сам. Это больше не диагноз, а решение, принимаемое навсегда. Таких решений мы в своей жизни принимаем не так уж и много. Это такие решения, как выбор религии, выбор невесты или жениха, выбор профессии, выбор места жительства. Я алкоголик – это пятое решение из этого ряда. Вот по пальцам одной руки и пересчитали. Такие решения могут принимать только ответственные люди. Именно поэтому алкоголизм крайне заинтересован в том, чтобы его рабы не взрослели никогда. Часто приходится видеть подростков и в пятьдесят, и в шестьдесят, и даже в семьдесят лет. В разговоре они проявляют какое-то кокетство, отводят взгляд, переводят разговор на другую тему, или, наоборот, набравшись ложного мужества, замолкают, как на допросе, сурово глядя в сторону. Такой больной все время хочет завершить разговор знаменитой фразой подростка-хулигана «Я больше не буду». Фактически у человека, который принял такое решение, есть сертификат «Я повзрослел до старости». К сожалению, это удалось не всем. У всех этих решений есть нечто общее. Во-первых, это решения, которые принимаются без логики, без доказательств, без теоретизирований и без рассуждений. Ведь никто на свадьбе не задает вопрос «За что любишь?». Такие рассуждения в подобных условиях кажутся бестактными и бессмысленными. В таких делах ответ «Да» – это «Да», а ответ «Не-Да» расценивается как ответ «Нет». Главная идея заключается в том, что если нужны доказательства, значит, есть сомнения. Нельзя доказывать себе, что «Я алкоголик». Это «Сейчас я это докажу, а потом также убедительно докажу обратное». Признавая себя больным, человек признает себя специалистом в обмане самого себя. Он не хозяин собственного мнения. Это значит, что весь интеллект, а он и есть, будет направлен на опровержение доказательств, когда болезни это будет выгодно. Алкоголик – человек, способный извратить любую логику. Выход один – логики нет. Не нужны доказательства, не будет и опровержений. Ни в коем случае нельзя бросать пить потому, что все плохо. Это «Сейчас» все плохо. Потом все будет не так уже плохо, а потом и все хорошо. В сотни раз приходилось видеть людей, которые садились и говорили «Все, я потерял работу, семью и здоровье, мне надо бросать пить». Вроде убедительно. У человека есть аргументы. Но проходит месяц-другой, и он находит работу. Через полгода вроде и здоровье поправилось, а там и семья появилась. И тут начинается самое жуткое – он начинает пить снова. Нельзя бросать ради семьи, ради детей, ради работы. Это шантаж. Такие решения принимаются самим ради себя и без доказательств. Просто так. Потому что пришел к такому убеждению. Если человек в ответ на вопрос «Почему ты бросил пить?» говорит «Я свою цистерну выпил», этому можно верить. В то же время, если начинаются рассуждения о наследственности, психоанализ, убедительные доказательства, значит, не было решения. Это состояние нестабильное. Во-вторых, такие решения принимаются без учета мнений окружающих. Никто не может знать, как нужно поступать в такой ситуации. Принимая такое решение, человек декларирует «Я не знаю, как надо, я знаю, как надо мне». Насколько бы собеседник не был близок, авторитетен, в таких делах каждый ручается за себя. В таких решениях нет ни правых, ни неправых. Приходится видеть, как после беседы с врачом больной попадает в компанию, где какой-нибудь профессор заявляет, что иногда выпивать надо. Дескать, алкоголь вымывает бляшки в сосудах, снимает стресс, да и вообще пьянство – наша национальная черта. Нужно ли объяснять, какое решение примет алкоголик после этого разговора, чьи аргументы ему покажутся более убедительными? Не надо даже спорить с таким профессором. Он правильно говорит. Ему нужно выпивать. Ну так пусть и выпивает. А если какой-нибудь выдающийся актер или министр будет мне рекомендовать, на ком жениться, в какую церковь ходить и кем работать? Такие советы могут восприниматься только как глупая шутка. Это не значит, что мой собеседник глуп. Это просто не его дело. Один поезд поехал налево, другой направо. Кто из машинистов не прав? Да оба правы. Они едут в разные стороны. Не нужно никого учить жить. И вас тоже пускай никто этому не учит. У каждого своя судьба, свой выбор. Если алкоголик начинает ненавидеть пьяных, его раздражает реклама алкоголя, он борется с алкоголизмом во всем мире, это значит, что сама тема для него не безразлична. Он все еще там, в зоне поражения. Это огромный риск для него. Ведь ненависть – родная сестра зависти. В-третьих, такие решения всегда вынуждают менять образ жизни. Важно понимать, что трезвость – не просто сухость. Это состояние души. Это этап в жизни человека. Этап, которого достигают не все. Как бы не все были солдатами, студентами, не все женятся. Абсолютно все бросают пить, но счастливым это удается при жизни. Так бывает всегда, если остался тем же, кем был, то ничего не получится. Если человек решил стать военным, значит многое придется поменять. Оставаясь же тем, кем был, службу превратишь в мучение, генералам в отставку не уйдешь. Так же и в трезвости. Сохраняя весь багаж и не приобретая нового, человек остается все тем же глубоко больным, легко уязвимым. Один мой больной, поняв это, сказал, я два года симулировал трезвость. Многие понимают, что надо меняться и совершают типичную ошибку, начиная менять образ жизни с изменения образа жизни. Они заявляют, буду хорошим, брошу пить, курить, буду верен жене и займусь спортом. Вроде бы все правильно, но так ничего не выйдет. Такому человеку придется испытывать силу воли на прочность, А как мы уже говорили, сила воли у алкоголика не в его руках. Она есть, но не всегда ясно, кто ей управляет. Начинать нужно с изменения приоритетов. Вначале человек меняет приоритеты, определяется с целью. Затем меняется образ мышления, а образ жизни вообще меняется сам по себе. Как в примере с военным. Вначале у человека была цель – стать генералом. Дал присягу, выучил устав, служит. Для такого и сапоги не тяжелые, и форма красивая, и служба не в тягость. Через несколько лет для него будет непонятно, почему не все строем ходят. То, что гражданским кажется трудным и непонятным, такому будет легким и само собой разумеющимся. Образ жизни похож на большую баржу, которая строилась и загружалась не один год, и даже не десять. Стоя на палубе, такое судно повернуть очень тяжело. Все проще, надо перенести якорь, а затем баржа сама повернется течением. Сила воли и мужества понадобятся только для принятия решения – мне нужна трезвость. Помня об этом, человек постепенно начинает по-другому думать, а потом… Продолжение следует...